Приветствуем всех посетителей видеопортала GamesTV! С вами Прапор и Джиха, и вы смотрите оборзение нового шутера от первого лица Conflict The Night Ops. Кстати, у вас будет два первых лица. Но обо всём по порядку. Начинаем, как обычно, с меню. А что там такого особенного, спросите вы? Да по большому счёту ничего нового. Создание профиля, выбор настроек, одиночная и кооперативная кампания, мультиплеер. Добавим также, что вездесущая служба Windows Live почему-то обошла проект стороной. Ну что же, начнём сюжетную кампанию. Некоторые считают, что сюжет в шутерах дело десятое. Но скажем несколько слов и о нём. Сценаристы явно вдохновлялись в одной курилке с авторами Call of Duty, Ghost Recon и World in Conflict. Действие игры начинается в богатой на нефть Венесуэле, где полным ходом идёт гражданская война. Конфликт раздувает Соединённые Штаты под видом спасения человечества от ядерной угрозы. Придумать подобную хрень могли только подсевшие на измену пиндосы, им же её и расхлёбывать. И вот, с целью то ли перебить всех повстанцев, то ли уничтожить правительственные войска, Белый дом выделяет аж двух агентов ЦРУ. Чернокожего штурмовика Лэнга и бледнолицого снайпера Грейва. Напарники наведут порядок в Венесуэле, Руанде, Конго и России. Отдельной страной указана Сибирь, где в самом центре Сталинской империи ГУЛАГ, штабе НКВД, притаилось вселенское зло. В общем, с сюжетом всё ясно. Развесистая клюква. Тем более, что главное в конфликт The Night Ops не он, а командное управление. Наподобие Кейн энд Линч или грядущего хита Army of Two. Вы сможете управлять действиями напарника и даже играть от его лица. Давим на клавишу ТАП, и душа вашего персонажа переселяется в тело товарища. Управлять героем несложно, однако бегать и прыгать бравые парни не обучены. Вместо этого, при нажатии пробела, они совершают различные действия. Перелезают через ограждение, копаются в ящиках с оружием, устанавливают пластиковую взрывчатку. С помощью этой же клавиши црушники стреляют из стационарных турелей и залезают в боевые транспортные средства. Полить из бронированных машин можно только если оба наёмника на борту. А если вдруг один воин падёт на поле брони, то напарник может его воскресить, как лазаря, при помощи чудо-стимулятора. В общем, бойцы неплохо дополняют друг друга, но если придёт совсем туго, на помощь поспешат дружественные отряды и вертолёт огневой поддержки. А такие ситуации в игре не редкость. Враги, вопреки наставлениям Суворова, берут не умением, а числом. В общем, простейшие навыки ведения боя электронные болванчики освоили и особенного возмущения не вызывают. А вот что выглядит дико, так это вчерашняя графика. Поэтому, уважаемые обладатели дорогих видеокарт, вы можете спокойно пропускать конфликт. Ничего красивого там нету. Полигоны выпадают, текстуры плохо подогнаны и анимация соответствующая. Уровни разнообразные, однако совсем не впечатляют. В республике Конго нет ничего интереснее завода по производству резиновых изделий сомнительного назначения. А в России, понятное дело, все противники бегают в ушанках межполярных снегов. Спасибо, что хоть не пьяные и без медведей. Прямо как в старые времена. Ломается она почему-то по центру. Оружие кот наплакал. У снайпера это всегда винтовка, ствол которой качается при ходьбе, как вялый писюн по ветру, пистолет и парагранат. Штурмовик пользуется пулеметом, базукой и опять-таки пистолетом и гранатами. И все. В итоге обладатели PC получили посредственную игру с неказистой графикой, непродуманной физикой, невразумительными уровнями и глупым сюжетом в духе главного русофоба Тома Кленси. Из достоинств отметим лишь удачный режим совместного прохождения и музыку. А оценка Games TV 6,5 из 10 баллов. И еще. Во время игры нам показалось, что один из персонажей неуловимо напоминает действующего президента Путина. Что это? Совпадение или политическая провокация?